Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мы с Мудем живём в браке 10 лет, я из другой страны, он приехал и забрал меня в Россию. Анна, давайте разбираться подробно. Если вы пишете, что в браке 10 лет, то что между вами и вашим мужем общего? Что вас объединяет, что вас связывает? Получаете ли вы общее впечатление и на каких основаниях, в принципе, вы выстраиваете свои взаимодействия с мужем, а муж с вами? Лично мне, исходя из вашего текста, конечно, маленького, небольшого, показалось, что многое завязано на детях. А дальше я из другой страны, он приехал и забрал меня в Россию. Вот тут тоже довольно интересный момент, вы пишете, что он приехал и забрал вас. Но вы же, Анна, не предмет, вы же, Анна, не вещь, чтобы вас взяли и забрали. Значит, вы как-то решили, вы приняли какое-то решение, вы выбрали. Вопрос только в том, что именно вы выбирали. Он оказался бесплодным, хотя не знал, так как был взрослый сын у него. Я очень хотел ребенка и мы пошли на ЭКУ. А удивительный переход здесь у вас, то есть вот вы пишете, что он вас забирает в Россию. И дальше вы пишете, что он бесплоден, у него есть взрослый сын. Мы пошли на ЭКУ. Я понимаю, я понимаю эту всю историю, но у вас опять же с мужем-то общего что? Вот вы пишете, я очень хотел ребенка. Позвольте задать вам вопрос. Как так получилось, что вы хотели ребенка? Что вы видите такого важного в ребенке для себя? У нас родился сын. Сын от прошлых отношений жил с нами, так как его мать была замужем, ее муж не хотел, чтобы ее сын с нами жил. Тут я не очень понял. Ее муж матери сына не хотел, чтобы сын жил с вами, но сын все равно жил с вами тут. Не понял. Прошло время, сын его стал жить с девочкой, у них родился ребенок. Со мной сын мужа перестал общаться, а со мной в день по десять раз. Ну, смотрите, как бы с одной стороны, конечно, это неприятно, что сын мужа перестал с вами общаться. С другой стороны, а какие причины? Ну, то есть вот он просто взял и перестал общаться? Ну, так же, наверное, не бывает. Есть какая-то причина. Это первое. Второй момент. Ну, перестал общаться сын вашего мужа с вами. У вас есть свой сын. Такая ли это большая трагедия? Как вы к этому относитесь? Как вы это воспринимаете, что сын вашего мужа перестал с вами общаться? Дальше. Каждый день отправляют фото своего ребенка, то есть внука моего мужа. Я хочу еще одного ребенка, муж говорит, я бесплатен, у меня есть внуки на эко, больше не пойду. Опять же, Анна, вот забегая немножко вперед, у меня складывается такое впечатление, что вот то, как вы подошли к вопросу своему, связано с рождением второго ребенка. Вот смотрите, если бы муж ваш согласился еще раз пойти на эко, и вы бы родили второго ребенка, у вас была бы та же самая ситуация? Вы точно так же ставили бы свои вопросы, которые вы задаете. В целом у меня складывается ощущение, что история взаимоотношений с мужем и его сыном ваши, ваших отношений. Она идет параллельно тому, что вы хотите первого ребенка сначала, а потом второго ребенка. И снова, опять же, непонятно, какое значение вы придаете детям здесь. Потому что у меня, опять же, есть такое чувство, что вы с детьми, ну, как будто бы что-то пытаетесь компенсировать, как будто бы вы за детьми прячетесь. Такое ощущение. Так, муж говорит, я бесплоден, у меня есть внук, и я на это больше не пойду. Ну, его как бы право, да? Он очень полюбил внука, купил им квартиру, вложил 3,5 миллиона в квартиру в Московскую область и купил сыну машину. Это вы пишете из некой такой зависти, из обиды. Возможно, это так, но, как мне кажется, дело не в том, что сделал ваш муж для своего сына и для внука. Кстати, он вполне может это делать. Дело здесь, наверное, в том, как вы выстраиваете свои взаимоотношения с мужем и насколько вы полно друг с другом взаимодействуете. То есть, ну, видите, вы в нём личность, я имею в виду своего мужа, и видит ли он личность вас и раскрываетесь ли вы как личность со своим мужем и раскрывается ли ваш муж как личность с вами. Вот какая здесь история. У меня есть хорошее ощущение, что взаимопонимание между вами и вашим мужем, ну, не очень, не очень большое, не очень большое. Так, открыл WhatsApp мужа, его сын отправляет фото старые, где на фото его мят, мой муж и сын их маленький. Скажите, пожалуйста, а как вы, вот, как вы открыли фото-то? Ой, WhatsApp вашего мужа. То есть, это не нарушение личных границ вашего мужа. Вот. А мне это неприятно всё. Ну, начнём с того, что вы наручили личные границы вашего мужа. То, что вам неприятно это всё, это понятно, но давайте разберёмся, из чего это неприятно состоит. Одно дело, если вы в этом что-то не принимаете, и это идёт в разрез с вашими ценностями. Но другое дело, если вы чувствуете себя, скажем так, задетой, униженной, обесцененной, отодвинутой на второй, третий план, если у вас страхи какие-то, если вы чувствуете фрустрацию, вот. Эти все вещи не про неприятно, а про определённые, определённые внутренние противоречия ваши, которые нужно решать и разбирать, поэтому с тем, что вам неприятно, нужно разбираться. Сын в день повтора заправляет фото и видел своего ребёнка, сын приглашает моего мужа к себе, а там его дядя, его бабочка, его мама приходит. Мне обидно, что он живёт на две семьи. Анна, вообще, я не буду с вами спорить относительно того, что он живёт на две семьи, но в моей парадигме и в моём опыте я встречал использование фразы «живёт на две семьи», когда кто-то из партнёров, да, условно говоря, ну, как бы вот, живёт, например, мужчина с женой, да, и с любовницей. У него ребёнок от любовницы, да, и вот эта вот история проживёт на две семьи. Здесь, ну, я бы сказал, что, наверное, с моей точки зрения подобное определение вряд ли подходит, потому что ваш муж – это дедушка, как бы, ну, своего внука, и он имеет право проводить с ним время. Да, видно, видно, что есть некоторое акцентирование внимания вашим мужем на внуке. И, как я полагаю, да, меньше уделяется внимания, например, вашему сыну. Но, опять же, опять же, вы пишете, что мне обидно, что он живёт на две семьи. Предполагается, что у вас были некие ожидания от мужа, в основе которых лежат ваши желания, да. Но, а реально ли вы смотрите на вещи? Реально ли вы смотрите на своего мужа? Реально ли вы смотрите на себя? Реально ли вы смотрите на то, чего вы хотите? Понимаете ли вы, чего вы хотите? И делаете ли сами что-то для того, чтобы реализовать свои потребности? Потому что чувство обиды – детское. И призвано защитить человека от, скажем так, ну, реального мира. То есть проще обидеться, возложить ответственность за свою обиду на другого и всё. Но это не решает проблему. И самое главное, не даёт вам в целом ничего, да. Вот. Как мне кажется, здесь вы вот занимаетесь в своей цельности, в собственной цельности для вашего мужа. И, ну, на мой взгляд, это начинает конфликтовать с тем, что вы хотите… Вот, вы хотели первого ребёнка, а хотите второго ребёнка и так далее. Я могу предположить, что вы своего мужа, ну, выставляете неким неплноценным, потому что он бесплоден, и вы как бы мотивируете его идти наверх. То есть он бесплоден, а вы хотите первого второго ребёнка. У меня опять же вопрос, как вы относитесь к мужу, видите ли вы в нём личность? Вопрос. А что мне делать, терпеть это всё или уезжать к маме в другую страну? Ну, я думаю, что есть третий вариант – разобраться в себе и посмотреть, можно ли выстроить отношения с мужем с учётом ваших чувств к нему. Вот, вы попробуйте назвать свои чувства к мужу, что вы чувствуете. То, что обида есть – это понятно. То, что обида есть, какого-то, наверное, ну, неприятия сейчас – это понятно, это нормально в этой ситуации. Но, в целом-то, какие чувства у вас к мужу? Так, если у меня зарплат 30 тысяч, я не буду снимать квартиру, кормить наш сыном, квартира минимум стоит 35, и на еду нужны деньги, как мне быть, терпеть это всё, снимать квартиру или уезжать к маме. Анна, психологи не дают советов, вот, никто не скажет вам, будучи, вот, профессиональным, да, психологом, всё вам дело. Психолог может помочь вам разобраться в себе, решить проблемы, возможно, вам смутим, что-то обратиться к психологу, вот, пройти семейную терапию для того, чтобы разобраться, опять же, в себе, да, лучше себя понять и тогда уже решить, что вы будете делать. Так что, извините, ваш вопрос поставлен несколько некорректно, с точки зрения, опять же, вот, профессиональной психотерапии, да, и психологии, вот. А то, что вы сейчас переживаете не самые приятные ощущения, это понятно, и психолог может помочь вам их прожить, пережить и, значит, повысить шансы от того, что в будущем такого не повторит. А вот, но это ваша жизнь, и что делать решаете только вы. Вот эта вот проблематика, да, что вы открываете WhatsApp мужа, это проблематика, то, что вы обижаетесь, это проблематика, то, что вы спрашиваете, что делать у нас, по сути, незнакомых людей для вас, это всё говорит о наручных у вас личных границах, Анна. И с этим нужно работать. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, позволит вам начать над собой работу. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь.